Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов, добра и света. Вечный зов родной земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отмеченный многочисленными почетными грамотами, благодарностями, дипломами, ведомственными и общественными наградами, в том числе от имени руководителей федеральных и региональных органов государственной власти. Общероссийская организация «Офицеры России» решением Совета Государственной Думы Российской Федерации удостоена почетной грамоты за активную общественно-политическую деятельность, а возглавлявший президиум организации на протяжении 10 лет Антон Цветков за многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность награжден почетной грамотой президента России. За 10 лет работы Общероссийская организация «Офицеры России» не только стала одним из самых мощных, многочисленных и эффективных общественных объединений в стране, но и существенно переросла традиционные сферы деятельности, выросла количественно и качественно. Результатом этого стало создание в июне 2017 года нового масштабного общественного движения «За реальные дела», которое возглавил Антон Цветков. Его преемником на должности председателя Президиума Офицеров России стал герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой. В Президиум организации входят представители высшего, старшего и младшего офицерского состава, руководители крупных общественных объединений, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и Общественной Палаты России, известные спортсмены, деятели культуры, ведущие журналисты и правозащитники. Также в структуре офицеров России действуют правление. С момента создания организации его возглавляет генерал-майор Виктор Багрянцев. Центральный исполком. Руководитель генерал-лейтенант Александр Михайлов. А также пять профильных центров. Центр социальных проектов. Центр социальной защиты. Центр профилактики правонарушений. Центр поиска пропавших людей и помощи жертвам насилия. Центр общественных связей. И шесть профильных советов. Экспертный совет. Совет высшего офицерского состава. Совет мужества и отваги. Совет по патриотическому воспитанию. Совет женщины-офицеры России. Совет отечественных производителей в сфере обороны и безопасности. Основными направлениями деятельности офицеров России являются патриотическое воспитание населения. Защита прав и законных интересов офицеров и членов их семей. Укрепление правопорядка и обороноспособности страны. Реализацией задач по патриотическому воспитанию населения занимается Совет по патриотическому воспитанию. В Совет на сегодняшний день входят сотни военно- и спортивно-патриотических объединений. Главная задача Совета – обеспечение обмена опытом и коммуникация между патриотическими организациями. Улучшение их взаимодействия с органами государственной и региональной власти для развития и повышения эффективности работы. За 10 лет Центр социальных проектов офицеров России организовал и принял участие более чем в тысячу мероприятий, в которые были вовлечены сотни тысяч граждан. На территории всей страны активную и масштабную патриотическую работу также проводят региональные отделения организации. Значительное количество мероприятий на федеральном и региональном уровне проводятся в ежегодном формате. Среди них премия «Офицеры России», Московский фестиваль детской патриотической песни, форум «Национальная безопасность России», торжественная конференция, посвященная Дню Героев Отечества, конференция «Женщины в погонах», соревнования среди военно- и спортивно-патриотических объединений и клубов, акции «Синий платочек», «Звезды в гостях у молодежи» и «Праздник дружбы», конкурсы детских рисунков, офицерские балы, посадка памятных аллей и другие мероприятия. На постоянной основе проводятся спортивные соревнования и мастер-классы, организуются секции «Уроки мужества» и встречи заслуженных офицеров с учащейся молодежью, выездные мероприятия для подростков воинские части и подразделения правоохранительных ведомств. Члены организации регулярно принимают участие в церемониях приведения к присяге и выпусках учебных сведений, кадетских классов и вузов силовых ведомств. Большая работа ведется по увековечиванию памяти солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны, как в России, так и за рубежом. Регулярно проводятся разнообразные фотовыставки, авто- и лелопробеги. Офицеры России помогают детским домам и домам престарелых, людям с ограниченными возможностями. Неоднократно направляли гуманитарные грузы военнослужащим и мирному населению во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, жителям Южной Осетии, Донбасса и Сирии. Хорошо узнаваемым проектом организации является журнал «Офицеры», издающийся с 2002 года и распространяющийся в силовых ведомствах на безвозмездной основе. Журнал «Офицеры» неоднократно признавался лучшим печатным изданием на межведомственную и патриотическую тематику, становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. В целях расширения аудитории и повышения оперативности доведения информации, журнал был объединен с другим официальным медиаресурсом «Офицеров России» – интернет-порталом офицеры.ру. Одно из приоритетных направлений деятельности организации – защита прав и законных интересов офицеров и членов их семей. Для решения этой задачи в структуре офицеров России создан Центр социальной защиты. Серьезное внимание Центр уделяет решению проблемы обеспечения жильем военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, занимая принципиальную позицию о необходимости четкого и своевременного выполнения государством своих обязательств. Наиболее остро жилищная проблема стояла в вооруженных силах. По многим вопросам, позиции руководства Минобороны и организации серьезно расходились. Существенных положительных результатов удалось добиться с приходом на пост министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу. Офицеры России стали основным общественным партнером Минобороны по решению квартирного вопроса военнослужащих. При непосредственном участии членов организации обсуждаются и решаются самые острые и сложные проблемы в данной сфере. Центр социальной и правовой защиты на постоянной основе осуществляют мониторинг военных городков, воинских частей, служебных общежитий, силовых ведомств на предмет социально-бытовых условий проживания и несения службы, готовности к синему сезону, а также пожарной и техногенной безопасности. Офицеры России держат на контроле вопросы качества инфраструктуры и ЖКХ в районах массового проживания военнослужащих. Одна из задач Центра – правовое информирование населения. Центр подготовил и издал значительное количество информационно-правовых материалов, методических пособий, памяток, стендов, другой полиграфической продукции, общим тиражом более миллиона экземпляров. Все материалы готовятся совместно с профильными ведомствами и распространяются на безвозмездной основе. Постоянно расширяется перечень правовых информационно-просветительских сайтов. Создана сеть интерактивных терминалов бесплатной информационно-правовой системы «Право знать», которые установлены в различных подразделениях органов государственной власти. Систему высоко оценил Дмитрий Медведев, когда, являясь президентом России, принимал участие в открытии одного из новых отделов внутренних дел, где лично изучил возможности терминала. В ходе реализации Центром программы «Своих не бросаем» приняты и изучены более 10 тысяч обращений офицеров, членов их семей и других категорий граждан из различных регионов страны. Во многих случаях удалось оказать реальную помощь людям, добиться восстановления справедливости и торжества закона. Офицеры России совместно с ветеранскими организациями и депутатами Госдумы добились присвоения официального статуса ветеранов боевых действий участникам вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан. Существенный прорыв был достигнут после того, когда в 2014 году председатель Президиума офицеров России Антон Цветков доложил президенту России Владимиру Путину о проблемах участников боевых действий в Таджикистане, а также семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных ведомств, погибших при исполнении служебного долга. Глава государства дал соответствующее поручение правительству. В итоге на законодательном уровне проблема была решена. Торжественное вручение первых ветеранских удостоверений участникам боевых действий в Таджикистане состоялось в Общественной палате России. Вручали его вместе с сотрудниками военкомата, члены Президиума и Совет Мужества и Отваги офицеров России. Ведется работа по совершенствованию законодательства, касающегося социальной защиты членов семей погибших при исполнении служебного долга, малолетних узников концлагерей, а также медицинского и пенсионного обеспечения ветеранов. Значительное внимание организация уделяет повышению уровня безопасности граждан. Этими вопросами занимается Центр профилактики правонарушений. В сфере профилактики правонарушений офицеры России специализируются на решении задач, где государственные органы с точки зрения общественного мнения не дорабатывают или не справляются, где им необходима помощь граждан и общественных организаций. Оказывается, помощь госорганам в решении задач, связанных с профилактикой правонарушений и повышением уровня общественной безопасности. Для этого привлекаются добровольцы с активной гражданской позицией, а также ветераны и бывшие сотрудники правоохранительных ведомств. Вся деятельность осуществляется строго в рамках закона, координируется штабом, члены которого имеют значительный опыт работы в правоохранительных ведомствах и контрольно-надзорных органах, имеют соответствующую правовую и профессиональную подготовку. Добровольцы проходят обучение и повышение квалификации на регулярных семинарских и практических занятиях, обеспечены автотранспортом, форменной одеждой, радио- и сотовой связью, аппаратурой для фото-видеофиксации, персональными и видеорегистраторами. При выявлении правонарушения добровольцы просят нарушителя прекратить противоправные действия. В случае отказа осуществляют его фото-видеофиксацию и принимают меры во взаимодействии с уполномоченными органами государственной власти. Основными направлениями деятельности Центра профилактики правонарушений являются общественное патрулирование улиц, дворов и объектов транспортной инфраструктуры, содействие безопасности дорожного движения, пресечение нелегального производства и распространение алкоголя, общественный контроль комплексной безопасности соцобъектов и мест массового пребывания граждан, профилактика вовлечения несовершеннолетних в противозаконную деятельность, правовое информирование граждан. Вся деятельность Центра профилактики правонарушений ведется во взаимодействии с органами государственной и региональной власти. Офицеры России признаны самым эффективным общественным объединением по профилактике правонарушений в Москве и Московской области. Работу организации по линии содействия внедрению новых технологий и эффективных методик в деятельность силовых ведомств и контрольно-надзорных органов координирует Совет Отечественных Производителей в сфере обороны и безопасности. Приоритетными задачами являются поддержка отечественных производителей, российских разработок и изобретений, а также сохранение и приумножение кадрового потенциала научно-технических отраслей, связанных с обороной и безопасностью. Важным направлением также является работа по совершенствованию специальной техники, спецсредств и экипировки для нужд силовых ведомств. Оказывается содействие внедрению и развитию современных и эффективных систем, направленных на повышение уровня безопасности граждан, таких как Служба 112, Безопасный Город, Центр Организации Дорожного Движения. Офицеры России поддерживают молодые таланты из числа инженеров и других представителей научно-технического общества, в том числе студентов технических вузов, а также детского и юношеского научно-технического творчества. Одно из значимых мероприятий, проводимых организацией на регулярной основе, Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «Отвинта». Фестивали «Отвинта» проходят в рамках международных авиационно-космических салонов «МАКС», а также на других профильных площадках. Доброй традицией стало посещение экспозиции «Отвинта» президентом России Владимиром Путином. По многим направлениям деятельности офицеры России занимают лидирующие позиции, активно взаимодействуют с ведущими общественными объединениями и политическими партиями, религиозными конфессиями и органами государственной власти. В исторические дни воссоединения Крыма с Россией общероссийская организация «Офицеры России» приняла самое активное участие в происходящих событиях. Флаг офицеров России побывал в космосе вместе с Международной космической станцией, совершив более 600 оборотов вокруг Земли. На борту атомного подводного крейсера «Владимир Мономах», производившего испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», погружался на глубину свыше 100 метров. Побывал в различных частях света и на самых высоких горных вершинах мира. На значимых общественно-политических мероприятиях колонны офицеров России являются одними из самых многочисленных и организованных. Офицеры России с уверенностью смотрят в будущее, своими реальными делами укрепляют мощь страны и повышают уровень безопасности жизни граждан. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые гости, ведущие сегодняшнего торжественного вечера, теле- и радиоведущие, член Президиума Общероссийской Организации Офицеров России Наталья Медлина и член Президиума Общероссийской Организации Офицеров России полковник Константин Кутуев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прошу садиться. Итак, друзья, как вы знаете, премия офицеры России вручается ежегодно. И цель премии, основная цель премии, это, конечно же, повышение статуса профессии офицера и уровня доверия населения к силовым ведомствам и контрольно-надзорным органам. Международная премия офицера России вручается военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств и контрольно-надзорных органов, общественным, ветеранским и правозащитным организациям, представителям средств массовой информации, деятелям культуры, искусства и спорта. Ну а организацией проведением конкурса на присуждение премии занимался орган бюджет, в состав которого вошли представители силовых и контрольно-надзорных органов, НКО и средств массовой информации. Для приветственного слова на сцену приглашаются председатель общероссийского движения «За реальные дела», член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Владимирович Цветков. Председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майор Липовой Сергей Анатольевич. А также, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Михаил Александр Георгиевич. Председатель Совета Высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», генерал армии Рогожкин Николай Евгеньевич. Добрый день, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем наше мероприятие уже в рамках торжественного вручения премии. Мы фактически с утра проводим здесь нашу ежегодную конференцию и много обсудили достаточно серьезных вопросов, касающихся развития Общероссийской организации «Офицеры России», взаимодействия офицеров России с Общероссийским движением «За реальные дела». Ну и, собственно, сегодня мы, надеюсь, в этой очень длинной, теплой обстановке сможем отметить максимальное количество тех людей, которые вносят свой вклад в укрепление обороноспособности и правопорядка в нашей стране. Почему сказал надеюсь? Потому что, конечно, мы не смогли в рамках сегодняшнего формата наградить всех людей, которые этого достойны. И я уверен, что в дальнейшем мы обязательно это сделаем. Огромный конкурс при вручении премии, огромное количество заявок в направлении от органов государственной власти, от общественных организаций, но мы постарались выбрать самую достойную. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня здесь собраны лучшие из лучших всех силовых структур и общественных организаций. Сегодня здесь собраны те, кто посвятили свою жизнь служению Отечеству. Сегодня собраны те, которые решили свою жизнь посвятить профессии, Родину защищать. И сегодня мы их приветствуем. Сегодня у нас огромное количество номинантов. И мы договорились, что не будем называть подвиги, собственно, которые мы представляем людей в этой награде. Но у нас существует принцип. Никто не забыть, ничто не забыть. И очень важно, чтобы не забыли при жизни. Сегодня с одним из номинантов будет полковник, который из маленького отдела Московского управления ПТУБ, выросли генерала армия, генерала полковника, двух генерал-лейтенантов и пять генерал-лейтенантов. 27 человек в отделах, в отделе и вот такой богатый врач. Я надеюсь, что мы будем продолжать эти подвиги, воспоминяя тех, кто правил, и того, чтобы получить свои позиции. Уважаемые ВИП-гости. Популярность нашей премии «Рассветы с года в год». И сегодня заявлено гораздо большее количество, чем было в прошлом году. Поэтому сегодня установлен жесткий график. Поэтому при награждении всех номинантов по протоколу ответная речь не предусмотрена. Прошу отнестись к вниманиям. У нас сегодня еще будет возможность сказать те теплые и добрые слова, которые есть у каждого из вас после окончания нашего мероприятия. Спасибо за понимание. Уважаемые коллеги, во всех наших мероприятиях нас, как добрый союзник, как добрый друг, все время сопровождает оркестр Российской национальной гвардии. И поэтому разрешите им вручить почетную грамоту за верность долгу, за свой профессионализм и за то, что они с офицерами России. Друзья, ну я еще раз повторю, что у вас сегодня приветствовал оркестр 55-й дивизии. Войск и национальной гвардии Российской Федерации под руководством начальника военно-оркестровой службы 55-й дивизии. Войск и национальной гвардии Российской Федерации под руководством начальника военно-оркестровой службы 55-й дивизии. Войск и национальной гвардии Российской Федерации под руководством начальника военно-оркестровой службы 55-й дивизии. выступлений. А все, кто будут выходить в каждой номинации, тихонечко строятся здесь для общей фотографии. Мы попытаемся первым подсказать. Поймите нас правильно. Мы действительно у нас рекордное в этом году количество участников. Это так приятно, когда вот эта вот скромная, но очень почетная награда висит у вас в кабинете. Вот так вот заходишь бывалых следователей, а у него вот такая вот награда висит. Как приятно. Поэтому хотелось бы всех по именам назвать. И не серчайте. Наша премия должна быть не только популярной, не только важной, уважаемой. Она должна быть короткой и приятной, как глоток шампанского. И мы начинаем. Первая номинация за профессионализм для вручения дипломов на эту сцену я с удовольствием приглашаю Сергея Александровича Гончарова, президента Международной общественной организации, Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора Альфа, члена общественной пола Альфа России, подковника. И Владимира Владимировича Михайловича, члена президиума Российской общественной организации, офицера России, генерала-майора. В номинации памятные дипломы вручаются военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств и контрольно-надзорных органов, а также приравненным к ним государственным служащим, достигшим, что в лжебной деле истинные лучшие результаты, являющихся примером для своих сослуживцев и сограждан. Уважаемые победители в номинации, просим вас после вручения дипломов вот так вот вставать сзади и оставаться до конца номинации для того, чтобы сделать одно общее фото. И это мы будем делать после каждой номинации. Итак. Итак, победителями в номинации за профессионализм среди младшего офицерского состава стали Бельский Павел Александрович. Капитан внутренней службы, начальник торгового пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУМЧС России по городу Москве. Бельтяев Сергей Сергеевич, капитан начальник гарнизонного клуба войского части 5380 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Крабина Алена Валерьевна, капитан юстиции, старший следователь Юго-Западного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Тимков Иван Николаевич, капитан внутренней службы, оперополномоченный штурмового отделения дела специального назначения в СИН России по городу Москве. Исрафилов Сергей Сергеевич, капитан внутренней службы, заместитель начальника пожарно-спасательной службы пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУМЧС России по городу Москве. АПЛОДИСМЕНТЫ Каюмову Абдуманон Исабоевич, тюрист первого класса, судебный пристав обеспечения установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства группы быстрого реагирования в СИН России по Московской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Мануилова Екатерина Сергеевна, старший лейтенант юстиции, старший инспектор отдела кадров Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Мурзак Станислав Валерьевич, лейтенант внутренней службы, старший инспектор группы кадров и воспитатель работы отряда Федеральной противопожарной службы ГУЧС России по Московской области. Мовиков Сергей Владимирович, капитан таможенной службы, инспектор отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Московский таможен. Мовикова Елена Петровна, капитан внутренней службы, старший инспектор отдела комплектования и прокаживания службы отдела кадров УСИН России по Московской области. Петров Сергей Алексеевич, младший лейтенант внутренней службы, старшина курса Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Разбонов Владимир Владимирович, советник государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса, главный государственный таможенный инспектор отдела контроля за таможенным транзитом Московский таможен. Арламов Константин Александрович, старший лейтенант юстиции, старший следователь Нагатинского, дежурайонного следственного отдела следственного управления по Южному административному округу, главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Швейцин Ашвилий Михаил Ицаревич, капитан таможенной службы, начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможенной. Шабуров Алексей Владимирович, командир автороты отдельного автомобильного батальона Министерства обороны Российской Федерации. Шибин Алексей Юрьевич, капитан юстиции, первый заместитель руководителя Ничуринского следственного отдела на транспорте Московского, днежурайонного следственного управления на транспорте. Шпинев Геннадий Алексеевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса, ведущий консультант традиционно-структурного отдела главного радиационно-инспекторского управления ПТС России. Ну а теперь, уважаемые маниманты, чуть-чуть поближе друг к другу и яркая, красивая улыбка. Сергей Алексеевич, Владимир Владимирович, вот так вот, чуть-чуть поцентрее. Давайте еще раз поприветствуем наших манимантов. Это манимация «Запрессионализм. Младший арбитерский состав». Я приглашаю на эту сцену Юрия Николаевича Родионова, почетного председателя Совета Высшего офицерского состава Общероссийской общественной организации офицеры России, генерал-полковника и Владимира Ильича Колесникова, члена Президиума Общероссийской общественной организации офицеры России, генерал-полковника милиции, доктора юридических и наук, любимца всех телевизионных женщин. Итак, победителями в этой номинации стали Бурцев Андрей Александрович, подполковник внутренней службы, старший инспектор отдела организации мероприятий по оказанию помощи расселению в государственных жилищных сертификатах Департамент оперативного управления МЧС России. Вяткин Владимир Витальевич, майор юстиции, следователь по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Городничая Надежда Николаевна, подполковник внутренней службы, старший инспектор по особым поручениям отдела правовой экспертизы нормативной работы правового управления ФСИН России. Таня Роман Иванович, майор, начальник курса команды инженера факультета Академии гражданской защиты МЧС России. Шураев Тадарбек Катабекович, советник юстиции 2-го класса, начальник отдела, старший судебный пристав специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности федеральных судов УФСИН УФСП России по Московской области. Евстигнеев Михаил Юрьевич, полковник полиции, начальник 3-го боевого отделения СОБР, главного управления Росгвардии по городу Москве. Ширьева Татьяна Николаевна, полковник таможенной службы, заместитель начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России. Гаштанов Дмитрий Вячеславович, полковник купленной службы, начальник отдела эксплуатации ремонта пожарной техники и вооружения, управления вооружением техникой ГУМЧС России по городу Москве. Кузнецов Александр Сергеевич, подполковник внутренней службы, заместитель начальника Главного управления службы подготовки пожарно-спасательных формирований управления пожарно-спасательных сил ГУМЧС России по городу Москве. Лобанов Сергей Николаевич, советник юстиции 2-го класса, начальник отдела организационно-контрольной работы ФСП России по Московской области. Мороз Владимир Корнеевич, подполковник, заместитель командира отдельного батальона охраны для обеспечения учебных центров, начальник учебных центров дивизии оперативного назначения имени Сержинского, войск национальной гвардии Российской Федерации. Мусаков Николай Дмитриевич, полковник внутренней службы, начальник отряда потушения пожаров на водных объектов ГУМЧС России по городу Москве. Ольховский Виктор Алексеевич, пользуясь случаем все-таки о некоторых наших номинантах, я хочу сказать, Северный президент Московского отделения Ольховский Виктор Алексеевич, полковник, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер медали за отвагу, грамотно и умело проводит воспитательную работу с делящим заставом пожарно-спасательных отрядов, организовал проведение нескольких показных занятий учений силами пожарно-спасательных отрядов для нескольких наших делегаций офицеров России и из других регионов и для актива Москвы. Подымов Денис Владимирович, подполковник вестиции, старший следователь по особо важным делам, отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления по городу Москве. Попов Андрей Николаевич, полковник, совмещение начальника оперативного управления ГУМЧС России по Московской области, Попов Максим Юрьевич, подполковник внутренней службы, заместитель начальника УЗИН России по городу Москве. Синафов Денис Александрович, советник юстиции 3-го класса, заместитель начальника отдела, заместитель старшего судебного пристава, пристава УФСК России по Москве. Старший инспектор отдела процессуального контроля Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Суворов Александр Петрович, подполковник начальника отделения культурно-досуговой работы Главного управления по работе с личным составом Федеральной службы поиск Национальной гвардии Российской Федерации. Мунгунов Ачир Бадман Калгаевич, подполковник юстиции Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Ушаков Алексей Николаевич, майор внутренней службы, начальник отдела организации работает по противодействию коррупции и инспекции по личному составу отдела Кады Жуксин по Московской области. Черняк Инесса Викентьевна, полковник внутренней службы, завеститель начальника отдела обеспечения взаимодействия со странами СНГ, международного сотрудничества и протокольных мероприятий управления делами ФСИН России. 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 Ну а у вас следующая номинация за профессионализм среди высшего офицерского состава и для вручения дипломов. Я приглашаю на эту сцену Сергея Анатольевича Липового, председателя президиума общероссийской общественной организации офицера России, героя Российской Федерации генерала-майора. Победителями в этой номинации, внимание, стали Зубрин Владимир Викторович, генерал-полковник полиции, член президиума общероссийской организации офицеры России. Игнатович Георгий Федорович, действительный государственный советник юстиции второго класса. Осипенко Александр Николаевич, опять несколько слов хочу сказать о нашем члене Президиума Московского отделения Осипенко Александр Николаевича. Генерал-лейтенант, кавалер орденов за службу Родине вооруженных сил СССР, орден за военные заслуги, заслуженный военный летчик вооруженных сил СССР, лауреат государственной премии правительства Российской Федерации, летчик-снайпер, член военного совета ВВС Российской Федерации. За 33 года он летал 3700 часов. Александр Николаевич является племянником героя Советского Союза, генерал-полковник авиации Осипенко Александра Степановича и его жены, героя Советского Союза Осипенко Полины Денисовны. Единственной в истории семейной пары героев Советского Союза. Такое великое поколение России, такая героическая семья. Следующий. А также награждается, подождите, не уходите, генерал-майор юстиции Вазюлин Сергей Анатольевич, номинация за профессионализм. Сергей Анатольевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, забывайтесь. Дорогие друзья, а сейчас небольшая музыкальная пауза, и я с удовольствием приглашаю на эту сцену современное оперное шоу «Ангелы» руководитель проекта Сабина Цветкова. Субтитры подогнал «Симон» 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 члена Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, а также Александра Николаевича Головашкина, председателя Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской Организации Офицеры России, героя Российской Федерации, полковника полиции. Победителями в этой номинации стали Али Пополек Александрович, подполковник внутренней службы, заместитель начальника 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по ЮАУ ГУ МЧС России по городу Москве. Бондаренко Сергей Михайлович, сопредседатель традиционного совета Всероссийской Организации Союз Добровольцев России. Баганов Александр Александрович, юрист 2-го класса, судебный прископ-исполнитель УФСП России по Москве. За нами сила предков, а мы светлая рать, Под нами Матушка Земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать, Под нами Матушка Земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.